Продолжение следует... По большому счёту, мы должны только упираться в лук. Сила удержания должна быть достаточно только для того, чтобы лук не выпал из руки после выстрела. Если вы не можете достаточно расслабить пальцы и боитесь, что лук выскочит из руки, используйте вязочку. Это простая верёвочка, которой у нас нет. Поехали! Стойка. Очень важная вещь. Бывают разные. Прямые. Открытые. Закрытые. Выпуск. Финальная часть выстрела. Толковый выпуск – залог хорошей точности. Ваша задача – сделать выпуск максимально плавным и однообразным. Не держите тетиву в кулаке и не зажимайте стрелу. По идее, стрела держится на тетиве сама, без вашей помощи. Лучше вообще не касаться хвостовика. Тетива должна проходить по сгибу последних фаланг ваших пальцев, которые согнуты в эдакий крюк. Плавно и равномерно расслабьте пальцы, словно отпускаете сцепление. Рука, до этого удерживающая тетиву, получит небольшой импульс. Не мешайте ему. И пусть рука свободно уходит назад. Не напрягайте предплечье. Тетиву тянут мышцы спины. И при выстреле лопатки, естественно, пытаются сойтись. Следите за левой рукой. Рука, удерживающая лук, ни в коем случае не должна дергаться вовнутрь. Если это происходит, это явная ошибка. Рука должна, естественно, стараться пройти за луком. Или уже после выстрела расслабленно качнуться влево. Пока все. Не остановлю. Хорошо. Стоп. В дополнение скажу, что стрелять для начала стоит совсем небольшой дистанции. 3-5 метров. Вам важно сосредоточиться на самом процессе стрельбы, на своих ощущениях. Не опасаясь, что стрела полетит куда-то не туда. Нужно сначала отработать выстрел, а над точностью работать уже тогда, когда появится техника. Важно понять, что стойка, положение рук и ног, правильный выпуск. Это залог вашей... Чего? Нафиг выключай. Поехали. Лично мне больше всего нравятся современные длинные луки. За свою неприхотливость, мягкость и точность. Стреляю я деревянными стрелами в изолон. И в основном пользуюсь перчатками. Из рекурсивов предпочитаю достаточно большие, из которых удобно стрелять классическим среднеземноморским хватом. Маленькие корейские или турецкие луки мне не нравятся за свой норов. Мне тяжело с ними совладать. Да и они больше заточены на стрельбу с кольцом. А это не мое. Но ни в коем случае не подумайте, что эти луки плохие. Тут просто вопрос личных сных предпочтений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА